Музыка Ой, здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube. Какая же я балда! Вот, понимаете, когда рассады много, носишься от окна к окну. Там петунии вспотели, надо дырочки проколоть. Там еще что-то не так у землянички. И я забыла про эти помидоры. Музыка Я забыла их полить. Понимаете? Поливать сверху нет смысла. Начинается черная ножка. Их надо вытащить было там, да? Налить в этот поддончик. Ну, я забыла! И что? Посмотрите на этот контейнер. Здесь часть Чиосана упала. Здесь кровавая Мэри дохлая валяется. Ой, господи, боже мой, посмотрите, весь край сухой. Я, конечно, полила с утра, понятное дело. Все через поддон. Но от этого легче моим растениям не стало. Я в шоке. Вот так никогда не делайте. Вот правильно говорят китайцы. Моешь чашку? Мой чашку. И не отвлекайся никуда. Я прям ненавижу себя за это. Ну, вообще речь сегодня пойдет не об этом. Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы, что нужно сделать, чтобы помидор был сладким? Ну да, я слышу ваши неправильные ответы. Кто-то сказал дать калия побольше, кто-то сказал еще что-то там подобное. Питание там неправильное. От сорта зависит. Вы знаете, зависит. И от калия зависит. Но больше всего зависит от количества солнца, которые, которые плоды мы увидели. И почувствовали на себе вот это солнце, вот это летнее, палящее, горячее. Только тогда томат будет сладким. И послушайте меня. Ранний посев, который я считаю, что он крайне необходим в Сибири. У нас лето очень короткое. И к моменту, когда у нас в июне месяце начинается длинный световой день, то есть солнца очень много, много столько, что уже плоды должны висеть в это время. Тогда только томаты сладкими станут, когда получат много солнца. А вы как думали, а ягодка у нас, почему принята ягода все-таки одноразово плодоносящая? Потому что она попадает под июльское солнце. Она очень сладкая и душистая. А почему ремонтантные с такой неохотой приживаются на наших огородах и участках? Да потому что второй урожай ягоды попадает именно на конец августа-сентябрь, когда снова короткий световой день. И солнца уже мало. А помидоры, перцы и баклажаны, которые вы сеете, мама дорогая, как я люблю говорить, в марте месяце, они у вас только в конце июля, в августе начинают плодоносить. Какое солнце вы для них приготовили. Поэтому желательно бы высаживать томаты, чтобы у них была первая цветочная кисть цветущая, высокорослая, низкорослая, разницы нет. Чем лучше расцветет эта первая кисть, тем больше гарантия, что у вас томатов будет много и они будут сладкие. Вот на сегодня я больше ругаться не буду, клянусь, правда не буду. Я хочу сказать, что все спрашивают, чем подкормить рассаду сейчас, прям в сию минуту. Но если вот она не дохлая, ну чуть-чуть там вот есть по сорту, это у нас кто тут? Это конечно юбилейная Тарасенко, ну да, высокорослая, видите как крайние прям вылезли, они стоят под лампой, у них одинаковые условия. Но вероятнее всего подкормка, помните, которую мы поливали, да, почву перед посевом, она сработала. И этого пока достаточно. Как только у них появится один-два настоящих листа, ваша задача взять стакан воды, комнатной температуры, можно кипяченой, и добавить туда 5 капель нашатырного спирта и полить свои растения. Но только поливать не вот сюда поверху, а вот туда, вот в этот контейнер, видите, вот туда надо налить, вот там водичка, которая осталась от полива утром. Значит, вот такие контейнеры, если они у вас тоже есть, нужно просто вытащить из этой фольговки, поставить в чашку с водой, вылить туда стакан разведенного, это 5 капель на 200 грамм воды нашатырного спирта, и напоить. Можно наливать, в принципе, сюда, тут не протекает, но лучше, если через контейнер. Почему закрыта фольгой? Да потому что у этих растений корни должны находиться там в земле глубоко, а фольга еще и отражает свет, и это замечательно. Она как дополнительная лампочка для других растений. Ну вот пока про помидоры это все, я надеюсь, что у нас уже март наступил, и вы уже 7 марта отсеете все свои томатики. И такие, и такие тоже. Желаю вам успехов, благополучия, конечно, здоровья. Всегда с вами, тетя Таня.